Финал девятого международного конкурса красоты «Снежная королева» в Китае транслировался сразу на 160 телевизионных каналах. Можно представить, как волновались девушки. Их, кстати, было около 60. Россию представляли красавицы из Красноярска, Омска, Иркутска, Новосибирска и Читы. Кстати, наших землящек было больше остальных – 27 человек. А вот в жюри преимущественно представители Китая – телевизионщики, модельеры, парикмахеры, модели. Жюри оценивает, во-первых, яркость девушек, во-вторых, какой-то талант или какие-то отличия между девушками. То есть должна обладать хорошей внешностью, должна чем-то выделяться. Юлии Тимошенко удалось произвести впечатление на жюри в творческом конкурсе. Она и еще две девушки из Омска подготовили номер с элементами художественной гимнастики. В результате Юлии досталось звание «Мисс Талант». Выбраны были и другие номинации – «Мисс Фотогеничность», «Лучший национальный костюм». Все отмеченные девушки получили денежные призы, дипломы и подарки. Порадовала и организация самого конкурса. Участницы жили в пятизвездочном отеле. Однако сам график был очень плотным. Жили мы в прекрасном отеле в Шангреле. То есть это пятизвездочный отель. Но добирались мы до него очень поздно и, можно сказать, только спали там. Распорядок дня у нас был следующий. То есть подъем в 7 утра, 8 завтраков, с 9 репетиции до 12. С 12 мы кушали до 2, потом опять репетиции. Нам еду, ужин либо туда на репетиции приводили, либо нет. И буквально до часу, наверное, ночи мы репетировали и приезжали в гостиницу и спали. И вот так на протяжении всего конкурса. По итогам конкурса звание «Снежная королева» и денежный приз 80 тысяч юаней, а это около 400 тысяч рублей, достались студентке из Улан-Батера – Цецек Чамин Тунь. Именно она покорилась жюри своим обаянием и восточной красотой. Второе место досталось девушке из Омска – Анастасии Добротворской. На третьем почетном месте оказались представительницы Монголии и Китая. В 2013 конкурс «Снежная королева» отметит юбилей – 10 лет, а значит от организаторов и участницы, и зрителей будут ждать особого размаха. Светлана Тулунова, Владимир Колобов, Евгений Погорелый. Время новостей.